Через две недели после Нового года, в ночь с 13 на 14 января, праздник снова стучится в двери россиян. Старый Новый год – это редкий исторический феномен, который получился в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год появилась из-за расхождения юлианского и григорианского календарей, разница у которых составляет 13 дней. До 1918 года царская Россия жила по старому стилю, то есть по юлианскому календарю, а Европа – по григорианскому. Переход на западноевропейское летоисчисление произошел 14 февраля 1918 года. А вот православная церковь отказалась переходить на новый стиль, и по сегодняшний день она живет по юлианскому календарю. Из года в год популярность Старого Нового года растет по всему миру. Все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику, который продлевает радость Нового года или позволяет почувствовать эту радость впервые. Старый Новый год более спокойный, ему не свойственна суета, который неизбежно сопровождает новогодние торжества. Сейчас для многих Старый Новый год – это еще один хороший повод собраться в кругу родных и друзей. Также считается, что в этот праздник нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января – загадать желание, посмотреть новогодние фильмы и концерты, отправить поздравления и подарить подарки. Раньше, да, как-то отмечали. Как отмечали? Весело, в кругу семьи. А сейчас детки взрослые, каждый живет своей семьей. Ну да, с мужем, шампанское, шоколад. Нет. А почему? Ну, только поздравили друг друга и все. Под елочкой, семейно. Сон накрыл, вот сейчас уже сон накрытый, жду гостей. Вот мой дед все празднование. Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать Старый Новый год существует не только в нашей стране. Подобный праздник отмечают и в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.